Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественное. Благодаря великой славе мой гость пережил одно из самых удивительных чудес, какие я только исследовал вообще. И это творящие чудеса, великая слава и сила сегодня здесь, в нашей студии, поэтому никуда не уходить, будет интересно. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеления? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Ну что же, здравствуйте. У меня сегодня в гостях Уильям Макдауэлл. Уильям, вы несете с собою пребывание Божие, куда бы вы ни пошли. Скажу вам честно, я пытаюсь так жить всегда. Я был с вами весь день, и Бог ощущался с вами. Один из моих ходатайев сказал, что видел ангела исцеления за вами. Давайте вернемся к тому времени, когда вы росли в церкви. В 10 лет ваша мама поехала в бизнес-поездку. Она попала в церковь, которая крайне отличалась от той церкви, в которую она ходила в детстве. Расскажите, что с ней случилось? Она пережила встречу с Духом Святым. Она исполнилась Духом в Калифорнии. Через пару дней нам нужно было ехать назад, тогда мне было всего 10 лет. На весенних каникулах она повезла меня в Калифорнию, и на служении исцеления я впервые увидел силу Божию. Я немного испугался от того, что увидел там. У меня была хроническая астна. Меня несколько раз госпитализировали из-за этого. Были постоянные проблемы, а она говорила мне, «Уильям, я верю, что ты будешь исцелен силой Божией. Иди туда». Я видел, как люди падали на пол, и поэтому был напуган до смерти. Но я все-таки пошел туда. Ты был послушным ребенком. Я бы вот не пошел. Да, меня хорошо воспитывали. Я пошел, за меня помолились, и Господь исцелил меня от астны. Тогда же я исполнился Духом. Это было самое удивительное переживание. И тогда в 10-летнем мальчике появилась жажда по Богу. Через несколько лет после этого ты взял книгу Томми Тинни под названием «Искатели Бога». И что-то случилось с тобою в тот момент. Что же именно? Моя жажда начала расти по экспоненте. Один друг дал мне ее и сказал, «Тебе стоит ее прочитать». Я помню, как прочитал первые несколько глав, в которых рассказывалось о встрече, которая побудила его написать эту книгу. И после того, как я прочитал об этом, я закрыл книгу и сказал, «Боже, я не уйду из этой комнаты, пока я не переживу такую же встречу с тобой». Я ощущаю Бога здесь. Я пробыл в той комнате три дня. Я ничего не ел, потому что хотел пережить встречу с Богом. Ты был в отчаянии. О, да, в сильном отчаянии. В 2001 году ты отчаянно искал Божьей славы. И Он дал тебе знамение. Какое? Я ходил в церковь. Сейчас я больше всего говорю о том, как двигается Бог. Я хочу видеть это в своей жизни, в своем поколении. Надеюсь, увижу это. И так всегда. Я вижу, что у тебя из глаз текут слезы. Да, так оно и есть. Я говорил о том, как двигается Бог. Я хочу видеть, как Он двигается в нашем поколении. И сейчас я говорил об этом. И вот, когда я говорю об этом, я ощущаю нечто, чего не ощущал никогда в жизни. Пусть сейчас у меня текут слезы. Нужно быть настоящим мужчиной, чтобы не бояться слез. Да, я ощутил, словно во мне взыграл ребенок. Я ощутил, как что-то двинулось в моем желудке. Это было странно. Я никогда не ощущал ничего подобного. И вот что сказал человек, который был рядом со мной. Ты ощутил это? Он спросил так меня. А я спросил, ощутил что? Он сказал, твой ребенок только что двинулся. Пятнадцать лет спустя ты ощутил то же самое. А верно ведь? Я прав? Мы создали свою церковь в Орландо, во Флориде. Бог движется у нас. Мы ощущаем его. Но было одно воскресенье, когда я ощутил, что Бог желает сделать нечто большее. И тогда впервые за пятнадцать лет я снова ощутил, как что-то взыграло внутри меня. Я встал и попытался объяснить, что только что случилось со мной. Я знал, что это покажется странным для других людей. Я начал плакать. Я едва мог говорить из-за слез. Мой друг Кэйлоб, который также является нашим пастырем, знал эту историю. И он сказал, ты знаешь, это происходит. В тот момент я начал плакать. Это был несдерживаемый плач. Это случилось 22 мая 2016 года. И это полностью изменило нашу жизнь, нашу речь, наш путь. Это было начало излияния. Люди начали выбегать вперед, падать на лицо и плакать. Мы плакали перед Господом на протяжении многих часов. Я помню, как думал. Это удивительно. Это прекрасно. Так говорил во мне человек, жаждущий Бога. А пастор во мне говорил, никто из наших гостей больше сюда не придет. Я действительно так думал, да. Я сказал себе, как наш гость попытается объяснить происходящее на этом месте. Я пришел, затем было поклонение. Ну, а потом пастор, к тому же он мужчина, сказал, что у него взыграл ребенок. А потом он начал плакать. Я был рад, что все это происходило. Но мне было стыдно, когда я думал о неверующих. Прошло несколько часов, и люди продолжали лежать на полу. И тогда я сказал, «Вы можете пойти домой, если вам нужно». И в тот момент Дух Святой облечил меня. Я вспомнил излияние Духа во второй главе Деяний. Его было сложно объяснить, если бы Петр не встал и не придал ему пророческого контекста. И сразу же 3000 человек обратилось ко Христу. Фактически, они сказали, «Я хочу быть частью происходящего». И тогда я встал и дал пророческий контекст происходящему в этот момент. Я сказал, «Если вы остались здесь после стольких часов и не знаете Господа, то лишь потому, что хотите быть частью происходящего». Люди побежали вперед, чтобы отдать свои жизни Господу. Благодаря этому мы увидели феноменальный результат. Сотни людей исцелились без всякого служения исцеления. Я имею в виду видимого служения. А все благодаря тому, что Бог был с нами. Когда целитель рядом, то доступно исцеление. Я хочу, чтобы вы подготовились к тому, что Господь вернется. Вы готовы услышать одну из самых удивительных и задокументированных чудес, с какими я только сталкивался? Мы скоро вернемся. Телеканал ТБН создал новый сервис молитвенной поддержки. Это совершенно иной уровень взаимодействия верующих в едином молитвенном служении. В специально созданном инструменте в Телеграме, где нет ничего лишнего, что будет отвлекать от молитвы, ты сможешь не только попросить о поддержке, но также стать частью глобального молитвенного движения, молясь за других людей. Вместе с тобой молиться за просьбы будут сразу 70 молитвенных групп ТБН из разных церквей по всему лицу Земли. Ходатайствуй самостоятельно или вместе с церковью. Господь обязательно благословит тебя. Чтобы воспользоваться новым сервисом, рассказать о своей нужде, засвидетельствовать славу Божью или помолиться за других, переходи по ссылке в описании и следуй инструкциям. Это невероятное чудо началось с телефонного звонка от Джейсона. Расскажите. Да, 4 июля мне позвонил друг Джейсон. Я называю его своим братом. Он сказал, помолись за мою жену. Я отвез ее в больницу. Она ощущает сильный дискомфорт. А у них 10 детей. Да, Бог весьма благословил их. И вот я подумал, что эта семья обязательно должна быть благословлена. А сколько детей у тебя? У меня 5 детей. Но ты хочешь 10, да? Я просто спросил. Так или иначе церковь должна расти? Он спросил, насколько сильная боль. Она сказала, 10 из 10. А если женщина родила стольких детей и говорит, что боль на уровне 10, ее пора везти в больницу. Тогда они думали, что у нее спинальный менингит. Они хотели перевезти ее в другую больницу, чтобы позаботиться о ней и ребенке, который был внутри нее. Но когда они сажали ее в карету скорой помощи, одна из сестер подошла к Джейсону и сказала, можно поговорить с вами? Она рисковала, она сказала. Я знаю, что они сказали, что это спинальный менингит, но они ищут амебу. Амеба – это микроорганизм, который проникает в тело и поглощает мозг человека. Как? Поглощает мозг? Да, поглощает мозг. Это весьма редкая болезнь. Недавно в новостях говорили о том, что было 145 случаев за всю историю США, выжило лишь 4 человека. Они отвезли ее в другую больницу и сразу же отправили в реанимацию. Он позвонил мне и сказал, мы должны молиться, чтобы это не было оно. Но в полночь он позвонил и сказал, что у нее есть эта амеба. Она плавала на озере и подхватила ее. С нею были шестеро ее детей. Они позвонили домой и узнали, как дела у детей. У всех шестерых детей были те же симптомы. Они отвезли их в больницу. Как я уже говорил, 97% заболевших этой болезнью погибали в промежутке до 5 дней. Они ожидали, что все дети погибнут. Они думали, что новостные каналы соберутся и начнут рассказывать о том, что Джейсон потерял семью из-за амебы. Они сказали, что будут делать кесарево, потому что ребенок не переживет атаку амебы или лекарства, которые они дадут ей завтра. Они собирались дать ей сильный антибиотик. Шанс, что это сработает, составлял всего 3%. Они хотели просверлить голову, ей и детям, ввести их в состояние комы и понизить температуру тела, чтобы победить эту амебу. Но когда мы узнали об этом, то всей церковью начали молиться. Я не спал тогда всю ночь. Я помню, как Джейсон молился со мной. Я помню, как сказал Господа, «Господь, если ты дал мне дар исцеления, то используй его сейчас». Враг хотел нанести такой сильный удар, практически занести семь гробов в нашу церковь. Но я верил, что это тот час, когда мы должны стоять в проломе, молиться за эту благословенную семью, ведь они должны жить. Они слишком малы. И к тому же это нарушение целостного счастья, целостности семьи. А я не хотел, чтобы это происходило. Он хотел сказать, вот что я сделал, несмотря на эти чудеса. Но Господь совмешался. И вот, 24 часа спустя, без каких-либо лекарств, все семеро исцелились, как по мгновению волшебной палочки. Ты говоришь, что вы молились. Прошло лишь 24 часа. А что доктора говорили об этом? Это очень важно. Важно, потому что я недавно видел информацию об этом в новостях. Там говорили о четырех людях, которые пережили это. Но в нашей церкви больше людей, чем во всей истории США, которые пережили это. Доктора и медсестры были удивлены. Вся больница знала об этом событии, потому что оно могло перерасти в новость масштабов страны. Но и сейчас они говорят, «Я помню тебя. Там было много докторов и медсестер». Вот как им рассказали об этом. Когда Джессика проснулась, то увидела у кровати медсестру и доктора, которых не видела раньше. Она открыла глаза, и сестра сказала ей, «Вы слышали новости?» А она спросила, «Какие новости?» А та ответила, «У вас нет никакой амебы. Вы ее победили». После этого она не видела этих людей. Это было чудо. Скажите мне, что это, как не чудо Божие? Я очень рад, что такое происходит. Ох, как бы мне хотелось, чтобы так было во всем мире. Хотите увидеть, что там происходит сейчас? Сейчас я вижу столько чудес, что даже не могу сосчитать их. Я вижу своими глазами от 300 до 400 больших чудес. И в этом зале есть женщина по имени Пэм. Когда она выйдет сюда... Мне очень понравилось то, что ты сказал мне. Ты сказал так. Сиэт, люди не приходят в мою церковь ради чудес. Люди приходят в мою церковь из-за того, что Бог с нами. Мы приняли менталитет, что это не Он находится рядом с нами, а мы рядом с Ним. Это меняет ваше положение. Мы не можем закончить, пока не закончит Он. Это должно восприниматься именно так. Это напомнило мне о песне на твоем новом диске, который будет доступен у нас. «Останься». Это очень личная песня для меня и всей нашей церкви. Это наша история. «Ты написал ее?» «Да, это наше положение. Мы просим Его остаться». Эта песня говорит о том, что мы переживаем, находясь рядом с Ним. Это крик нашего сердца. Мы хотим, чтобы это никогда не заканчивалось, чтобы мы всегда были с Ним. Дорогие друзья, команда ТБН от всего сердца благодарит вас за поддержку нашего служения. Мы молимся о том, чтобы каждый из вас был благословен Богом, наполнен Его благодатью и миром. Провозглашаем изобилие в вашу жизнь. Вместе мы сможем сделать еще больше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok